Пусть не питерский, а пока и жевский зенит, но снова обошли. В прошлом сезоне команды играли между собой два раза. Победа во всех двух матчах была за бело-голубыми. 4-1 и 1-0. Поэтому у нас трое на эту игру удержать лидерство. Пусть за тремя очками на 17-й минуте начал полу-защитник Динамо Иван Житников. Остальные голы только во втором тайме. Вадим Исаев сделал счет 2-0, а потом и Максим Полковников отправил третий мяч в ворота зенита. В конце матча в Барнаульце немного потеряли концентрацию и гости забили. Итоговый счет победа Динамо 3-1. Для нас это было тяжелое в психологическом плане игра. Потому что, наверное, никому не интересна наша проблема, что мы не можем игроков зазвозить. Очень много у нас больных людей. Поэтому мы очень благодарны ребятам, что всегда начинается поражение первой игру очень тяжело. Поэтому остается такая зверога за вторую игру, когда первый проиграл. Поэтому мы очень благодарны персоналам. После двух матчей в турнирной таблице Динамо на пятом месте с тремя очками. Следующую игру «Белоголубые» проведут 28 июля в Омске в рамках Кубка России против местного Иртыша. А вот наш стрелок Сергей Каменский на Олимпиаде в Токио не преодолел олимпийскую квалификацию в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. По итогу шести серий бийский спортсмен занял десятое место. Для попадания в финал не хватило всего пять десятых балла. Дмитрий Дроздов. День с толком. В индивидуальном зачете.